Если уж куда-то в лес, то одеваем тоже сапоги, платок, потом проверяем, приходим, трясем. С внучкой Самирой Нина Зайчикова возвращается с прогулки вся в песке. Но это спасает от возможных укусов клещей, уверена женщина. Недавно она узнала, что опасные кровососущие обитают и в городе, в высокой траве. Где и когда она сама стала жертвой этих насекомых, так и не поняла, потому что не сразу обнаружила. Я не знала, что это у меня клещ укусил. Я думаю, папиллома на животе. Так качается, но потом пошла в поликлинику, меня там в хирургии вытащили, сделали уколы, но еще ходила на лечение там. Медики бьют тревогу. Клещи буквально атаковали нас. Есть сигналы об укушенных садах-огородах. Были случаи в Прибрежном, Дизелисте и других обществах. Зарегистрировано всего 338 обратившихся с укусами клещей в лечебно-профилактические учреждения города. Это количество только тех лиц, которые только обратились. Из этого количества 84 составляют дети. Если случай укуса клещом произошел во внеурочное время, вы должны обратиться в травматологическое отделение БСМП или в КДМЦ, если пострадал ребенок. Дальнейшее профилактическое лечение проводится в поликлинике по месту жительства. Специалисты особо подчеркнули, для этого в городе достаточно препаратов. Лилия Денисова, Алексей Шатунов, Эфир 24. 25 лет в эфире. С вами и для вас.